То есть социон можно по-разному рассадить. И вот разные рассадки, они приводят к тому, что начинаешь общаться с рядом сидячим или не общаться. Тогда что ты делаешь? Вот один из вариантов вам представлен. Это не наш вариант, я его нашел, но интересный. И технические есть задания, кроме общения, потому что вы рядом оказались на сиденьях. Еще возникает вопрос, а кого посадить вперед, и кого посадить назад, кого как посадить возле зеркала, возле двери, например, и тому подобное. Такие вещи, больше функционально. Так вот, получается, по этой рассадке за руль надо посадить инспектора. И характеристика такая, инспектор-водитель, но почему-то такая характеристика. Он одновременно и милый, и сердитый. Можно ли так сказать об инспекторе, что он может быть одновременно и милый, и сердитый? Что-то в этом есть. Он строгий ведет, строго ведет, так как ему кажется правильно. Но в то же время он может и шутить, и любезничать с дамами, и у него это получается. Корректный такой, да. Шутить еще может вот это вот, что администратор вряд ли это сможет сделать. Поэтому, получается, исходя из того, что водитель ведет, а люди могут злиться, или быть недовольны, или остановить, я хочу выйти, и надо быть с некоторыми таким, а с некоторыми другим, то, может быть, в этом смысл есть, что инспектора надо посадить, как управленца, но такого твердого, убежденного и умеющего по ролевой этике, да, со всеми показывать, кому надо улыбнуться, а на кого надо, как бы, нарадить. Но, оказывается, рядом должен сидеть администратор, или он сам там находит себе такое место, которое следит, а правильно ли выполняет все эти технические операции инспектор, да, получается, над смотрщиком на дне. И здесь так написано, следит, как инспектор ведет машину, и иногда дает ему советы. Но мне кажется, что они не иногда, а довольно часто. И мне кажется, что это так разогреет инспектор, что они могут в результате подраться.